Коллеги, добрый день. Для начала разрешите, наверное, еще раз извиниться за задержку, рабочие моменты. Подключаем Юрия Владимировича. Сегодня у нас, как все знают, открытая тренировка Бориса перед стартом плей-офф. Из-за того, что график у нас немного сжатый, Юрий Владимирович ответит на ваши вопросы перед стартом тренировки, а потом мы переключимся непосредственно на занятия. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите, пожалуйста, главный вопрос, который интересует всех журналистов и болельщиков. В каком физическом и эмоциональном состоянии команда подходит к плей-оффу? Ну, физическое состояние удовлетворительное всех, все ребята готовы, готовы ходить и каждую игру укладываться на полный. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Юрий Владимирович, ну, по травмированным, говорят, Ортио, да, вы отправились? Да, Ортио уже с нами едет в поездку, он хорошо проработал здесь те дни, которые мы были на выезде, и он готов. Юрий Владимирович, вопрос в чат написали. Проиграли «Металлургу» три матча с четырех в регулярном чемпионате, но они все получились боевыми. Какие выводы сделали из тех поражений? Ну, такие выводы сделали, конечно, что игры были напряженные, шая-бовшая будет, так скажем. Ну, не хватило, наверное, концентрации, дисциплины, и, наверное, самое главное, терпение. Тем более матчи плов, это то, кого перетерпит, и на этом процитирую внимание. Спасибо, коллеги. Еще вопросы? На выезде труднее будет начинать? Да, я не знаю, но мне кажется, игры плов, что на выезде, что дома. Конечно, хотелось бы домашние матчи начинать. Думаю, мы на выезде тоже неплохо играем. Скажу, что, может быть, даже у нас преимущества нет. Спасибо. Еще ваши вопросы, коллеги. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Присоединяюсь поздно, там другая работа. Юрий Владимирович, я слышала, что Йони Ортио, в принципе, практически восстановился. У вратаря не было игровой практики. Что скажете, все-таки Карли будет основным? Да, мы планируем, что Карлсон первый игрок начнет играть. Ортио может помогать и смотреть. Ну, а что скажете по Йони, по тренировкам? Он по тренировкам, он уже выходит, работает с командой. И то, что вот эти дни, когда мы были на выезде, я думаю, здесь работал с тренером по физпоготовке, выходил на лед. Так что, единственное, что у него игрового тонуса такой метод. На тренировках человек бы ловит, в общем, да? Ловит, ловит и очень хорошо ловит. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Так, вопрос, пришедший в личные сообщения. Учитывая, что соперник стал известен совсем недавно, вы как-то перестраивали тренировочный процесс? Или, возможно, уделили внимание каким-то особенным компонентам? Ну, да, мы не перестраивали ничего в нашу работу, а единственное, что несколько компонентов там отсюда. Позиционная оборона, выходы из зоны. Вот это противонимание. Еще один вопрос из чата. Давно не забивает Лилия, это лучший снайпер команды. Как вы считаете, с чем это связано? Ну, мне кажется, бывают такие моменты, может быть, у всех нападающих, когда вроде бы все хорошо получается. Не сказать, что спад, а именно нет моментов, нет голевых моментов. Или есть голевые моменты, но реализация подводит. Это у всех нападающих бывает. Коллеги, будут ли еще вопросы? Да, еще один вопрос, можно? Юрий Владимирович, вот мы вчера с Александром в студии у нас обсуждали третье сочетание, которое, если первое, второе уже более-менее сформировано, то третье звено меняется, скажем так, периодически часто. Мы там видели Антона с Романом и с Виделем, и в общем, кого-то только не видели. Как сейчас обстоит дело? Готов ли у вас какой-то стопроцентный подбор по пятеркам, или же это ваш стиль? Ну, я не скажу, что это стиль, но от ситуации, от ситуации травмированных игроков. Кто-то хуже себя чувствует, он опять же в какой-то игре выпадает. Ну, поэтому меняем, так что это будет меняться. И сейчас у нас, посмотрите, состав совсем по-другому будет. Спасибо. Юрий Владимирович, еще один вопрос пришел. Всех интересует возвращение зрителей на трибуны. Есть ли какая-то информация по этому поводу? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы у нас зрители, это главная, наверное, скорее всего, мотивация, главная поддержка наша должна быть. Ну, пока, я не знаю, я не владею информацией, я не владею информацией, руководство будет. Так что руководство скажет. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Коллеги, будут ли еще вопросы к Юрию Владимировичу? Если вопросов нет, отпустим тренера на тренировку. Спасибо. Еще раз добрый день. Может быть, кого-то не видели. Мы начинаем наше общение с игроками. На связи капитан Бориса, Даррен Дитц. Окей, Даррен, привет. Здравствуйте. Стандартный вопрос. В каком состоянии команда подходит к плей-оффу? Ну, очень-очень хорошее состояние. Мы готовы. Мы знаем. Мы играем против очень сильного соперника. Но мы готовы. Мы готовы биться. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Даррен, как дела? Как настроение? Что скажешь про Магнитогорский Металлург? Скажем так, по личным встречам в сезоне мы выступаем. Ну да, про соперника не очень-очень сильная команда. Мы это видели четыре раза уже в этом году. Мы знаем. Но мы готовы. Мы готовы биться. Мы знаем, что ожидать друг друга. И это будет большой челлендж для нас и для этого. Состояние команды очень хорошее. Мы закончили сезон на хорошее настроение. И я готовлюсь к плей-оффу. Даррен, хотелось бы от тебя услышать итоги регулярного чемпионата. Понятно, что он такой скомканный, с падами своими, с падениями и взлетами. Особенно последнюю серию, которая до последнего не знали, кто будет соперником. Зависело от вас и от других команд. Какой-то общий итог? Да, это было хорошо для нас. Была концентрация, чтобы мы только концентрировали на своих игре. И только обращали внимание на себя. Это было хорошо для подготовки в плей-офф. А по последней серии такие были в последних матчах обидные поражения от Сибири и от Авангарда. Наверное, тоже жалко с Авангардом, потому что хороший был матч. Хорошо играли, забили первыми. Как думаешь, что помешало? Или, может быть, соперник был сильнее? Ну, конечно, соперника тоже хорошо сыграли. Но, опять, это уже в прошлом. Мы готовимся наше внимание уже на плей-офф. Но все вперед. Все, теперь можно на английском? Да, можно. Потому что it will be more big answer, if you will tell me English. Я на русском задам вопрос. Меня Денис попросил переводить. Я буду переводить, если что, Даррен. Мы поздравляем, что ты забил две шайбы на этом выезде. Мы увидели вновь Даррена забивающего. Был отрезок сезона, когда ты, скажем так, не забивал голы. Может быть, это было задание тренера больше заботиться об обороне. Расскажи об этом периоде. Yes, in English. Да, нет, нет, there was definitely not a change in what the coaches expected of me. It's more so a realization of chances. Really, there was a period of time where I was creating chances or getting a lot of shots on goal. And for whatever reason, just wasn't going in the net. From the training staff, they wanted me to continue doing what I'm doing and believe in myself and that eventually goals will come back. And if you continue to play the right way in our team game, you'll get rewarded with goals. На самом деле, это не было заданием тренера. Это был такой период, когда я все равно, тем не менее, участвовала очень много в атаках, много бил поворотом, отдавал передачи, но тренерский штаб меня поддержал и я много работала на тренировках. Говорили, что голы придут, и это случилось. Правильно я перевела, Даррен? Правильно, правильно. Отлично. Даррен, как ты думаешь, кто из защитников, из наших... У нас есть один атакующий, да, защитник, который может создать, забить, это ты. Кто еще сейчас рассматривается тренерским штабом, по твоему мнению, может прекрасно также взять на себя эти функции? Да, я думаю, что для нас, мы у нас есть 7-8 дефенсов, которые могут быть готовы в атаке, и это будет важным для нас в атаках. Да, у нас на самом деле 8 защитников, мы подходим к плей-офф полной готовности. И на тренировках все участвуют в атаках, то есть все тренируют этот навык, и, как это задумано, 4 защитника отрабатывают в обороне, 4 участвуют в атаках. Так что я думаю, что наши ребята готовы, даже будет интересно посмотреть, кто сможет принести пользу в атаке в плей-офф. Так, что еще хотелось спросить. Даррен, в этом году такой непривычный, наверное, для тебя, сколько ты сезонов играешь в плей-офф, ну и для всех, потому что мы вышли в восьмерку, это крутое достижение. В целом, как тебе работа с тренером? Я знаю, что ты выполняешь функции капитана и в то же время помогаешь с переводом и все прочее. Что думаешь о команде в этом году, об этом подборе игроков и о нашем тренерском штабе, который впервые, кстати, дебютирует в плей-офф КХЛ? Да, это очень прекрасно. Ачина для всех, каждый год, особенно в этом году, это было много разных проехов. Мы все равно aware of the different challenges, и это было немного новое для нас, для нас вместе с тем, что мы были. И я очень рада, что мы обернули, мы обернули, что мы были. Мы были очень хорошие моменты, мы были очень хорошие моменты, но мы были able, чтобы это было бы, что мы были в этом, и чтобы получить в плане, чтобы получить в плей-офф. Once ты едешь в плей-офф, это очень открыт, слитом, Мы готовы к борьбе, и мы верим в себя. Это был отличный путей, и я хочу, чтобы этот путей продолжить с этой группой. Это новый этап, скажем так, и я думаю, что у нас все получится. Все хорошо. Посмотрим по ходу матча. Правильно? Правильно, правда, Диана. Выбирали его из соперника? Были ли какие-то предпочтения, поскольку среди болельщиков много у меня не ходило? Можно переспрашивать, пожалуйста. Да. Вы выбрали противника? Никто не хотели играть против Агбарса, я думаю, потому что это огромная команда? Я не скажу так. Я думаю, что Табло было так крепко в целом сезоне было потому, что есть 8 команды, которые очень хорошие команды. Я думаю, что это не важно, кто вы будете играть против. Особенно важная проблема – это ваша команда, концентрация на нас, на наших предпочтениях. Потому что кто-то может победить в этой лиге. Так что это была наша менталития. И я думаю, что как эта сезон закончилась, не понимая, что до последнего дня, это помогло в этом степени и предпочтениях. Так что я точно рада с этим. Я не думаю, что кто-то выбирал соперника, поскольку в таблице вы сами видели, все расположены близко, очень плотно идет борьба. И это хорошо, поскольку сейчас в плей-офф 8 сильных коллективов, и каждый может победить каждого. Я думаю, даже хорошо, что мы не знали соперника до последнего дня, не отвлекались от своей подготовки, могли спокойно дальше готовиться к плей-оффу и узнали это в последний день. Олеги, у вас есть еще вопросы? Олеги, если вопросов больше нет, будем отпускать Дарена, у нас через час отъезд в аэропорт. Так что сейчас поторопим Романа Старчин. Можно один-один вопрос? Да, конечно. Даррен, почему ты решил, мы разговаривали с тобой где-то год назад, и ты сказал social life is not for me. Почему ты решил открыть Инстаграм? Да, я просто хочу, чтобы было бы, чтобы поделиться с фанами более, чтобы получать эту возможность и получить позитивные социалы. Конечно, это не что-то, что я не хочу, чтобы очень много времени. Но каждый раз, я думаю, что это важно, чтобы поделиться с фанами и спортерами. И это была моя основная идея для этого. Вы наконец понимаете, да? Да, это было время, но я наконец понимала. Так что, все, извините меня за это, но я счастлив, чтобы быть активным. На самом деле, да, социальные сети занимают очень много времени, поэтому был их противником. Но в один момент решил, что какое-то время нужно этому уделить. Да, я трачу время на это, но нужно быть близким со своими фанатами, общаться с болельщиками. Я это сделал для того, чтобы быть открытым и иметь возможность коммуникации с нашими болельщиками, с нашей аудиторией. Но также у вас есть критики, я думаю, в комментариях. Как вы получите это? Я знаю, что я себе, потому что это трудно иногда. Но они пишут какие-то плохие вещи, тоже. Да, конечно. И это жизнь. Там всегда есть критики, которые всегда будут критиковать вас, ну что ты делаешь. То есть это что-то, что ты не хочешь обратиться к вниманию. Я свой самый крупный критик. Я скрутинирую себя. Я боюсь. Да, это жизнь. Я понимаю, что это будет критикация. Но, опять же, для всех, чтобы знать. Я сначала критиковал себя гораздо сильнее, чем кто-то другой. Так, насчет критики был вопрос, поскольку я видела комментарии. Там были гдары на такие достаточно критичные. Но он нормально относится к критике. Это часть работы. И так бывает. У всех людей свое мнение. Он нормально к этому относится. И спокойно переносит, поскольку сам является самым большим критиком себя. И судит себя больше всех. Поэтому знает все свои ошибки и недочеты. Поэтому у каждого есть свое мнение. И они вольны его выражать. Все, спасибо большое, Даррен. Спасибо, Даррен. Мы закончили. Это было интервью, как обычно. Когда? Удачи. Спасибо. Спасибо. Роман, пожалуйста. Куда ты денешься? Ваше мнение, в каком состоянии команда подходит к предстоящему плей-офф? В хорошем боевом настроении. Все готовы, все заряжены. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Как всегда, эти, такие внушительные ответы. Коротко и по делу. Да. Сейчас вообще буду молчать. Кто с носом произошел? Коллеги, пожалуйста, вопросы. Надо хоккей смотреть. А? Вопросы смотреть. Дэн, ты не перебивай. Вопросы, пожалуйста, не касающиеся носа, Романа, еще будут? Я же переживаю. Да, Ром, в одном из матчей, я не помню точно в каком. Каком? Да, получается. Какое-то время. Не вспомнил в каком. Пропустил один матч, я не обязана помню. Вопросы. Да, да, да. Пропустил игру. Вернулся. Вы поняли не только серьезное поведение, но все отсутствие. Ну, если я вернулся, значит, я готов. Все нормально? Почти. Ладно, серьезно. Встречались с Магниткой в прошлом году в первом раунде плей-офф. Сейчас это совершенно другой клуб, как и Борис. Что скажешь по этому сопернику? Играли четыре раза. Ну, хорошая, быстрая, динамичная команда. Хорошо прессингует. Хорошо шайбу держит. Нужно быть готовым ко всему и выполнять тренерские установки. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Да, и такой хотелось бы от тебя итог выездной серии. Три последних матча. С Авангардом был такой серьезный оппонент. И хорошая игра. Ну, в целом провели три хорошие игры с Казани, с Авангардом. Лидеры Востока. С Авангардом в конце маленько нас не хватили. Поступили. В концовке не дотерпели. А в целом, ну, хорошо поиграли. Показали характер. Узнаем, к чему готовятся к плей-офф. Игры примерно в таком ключе будут проходить. Наверное, было обидное поражение у Барса, поскольку владели инициативой. Там забили две шайбы. Ну, да, была хорошая игра. Хорошо играли в обороне. Опять же, некоторые индивидуальные ошибки привели к голам. И по концове проиграли в овертайме. Ром, вопрос по тебе. Я знаю, что ты универсальный мастер. Можешь играть с кем угодно. Но, тем не менее, вот эти постоянные перестановки за сезон. То есть, не сказать, что у тебя есть какое-то определенное звено. Соответственно, как повлияли на тебя, на твою статистику результаты? На статистику это никак не влияет. Мы играем у нас все. У всех одна цель – это выиграть каждую игру. А так, разницы особой нет. У нас кто-то травму получил, кто-то просто выбыл. Тренера ищут сочетание, кто с кем лучше будет играть. Разницы нет. Система одна, все все знают, как играть. Так что, ну, ничего такого плохого не будет. А знаешь ли ты с кем будешь играть в боев? С металлуром. Завтра узнаете. Я-то знаю. Коллеги, есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, Роман, спасибо. О, Роман, хороший вопрос прислали в чате. Осякин играет с сыном. Готов ли Роман выйти со своим сыном? Забарался. Ну, я думаю, что нет. Но ему сыну только 8 лет старшему. 10 лет еще играть Роман не смогу. Да сможет. Смогу? Тогда смогу. Предлагаю вернуться к этому вопросу через 10 лет. Да. Еще раз. Спасибо, коллеги. Роман, мы закончили. Спасибо. До свидания всем. Роман. 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 Следите за всей информацией на наших официальных ресурсах. Спасибо. До свидания. Всем спасибо за участие. Мне необретtime. Устанья.